Спонсор данного выпуска магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Ребятушки, мы сейчас с вами приехали в одно место, которым многих пугают. Да, оно выглядит жутковато, но мне, конечно, очень хочется туда сходить. Оно экстремальное. Ну и, конечно же, я хочу посмотреть, что оно из себя представляет. Это старая краснополянская дорога. По ней давно не ездят машины, люди не ходят. Она считается одной из самых опасных дорог в России. Хочется посмотреть, что там, а вы со мной погнали. Мы сейчас зимуем в Сочи, но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму. Мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное. Но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Так как я здесь первый раз, пришли два парня навстречу, я, конечно, их спросил, что, как, дойду, не дойду. Они, короче, начали до меня докапываться, мол, типа, что в рюкзаке и так далее и тому подобное, зачем идешь, куда идешь. Короче, как я понял, это такие волонтеры, которые ищут здесь так называемые закладки. Ну, и они мне рассказали, что здесь очень много ходит людей, которые просто кидают здесь, раскидывают по этой дороге наркотики. Потом фотографируют, показывают где-то, где-то место, где-то находятся. Ну, и, собственно, уничтожают так детей. Вот, постояли, поболтали, в итоге потом уже, ну, нормально, они посмотрели мой ютуб-канал, что действительно я блогер, что не просто так сюда иду. Вот, вот такие вот волонтеры, оказывается, здесь есть. Прикольно. Ну, а до тропа начинается с кладбища, что тоже... Короче, я сюда, получается, приехал. Ну, первое, сразу же, нарвался каких-то волонтеров непонятных. Тут же, короче, кладбище. Чего будет дальше? Ну, пока дорога встречает интересы моментами. Из приятного. Здесь вот этот вантовый мост. И он уходит непосредственно в туннель. Мы с вами ехали по другому туннелю. Там остановили машину. Так. Ну, и начинается непосредственно эта дорога. Раньше, представляете, здесь ездили машины. Здесь сохранился асфальт нормального качества, да, вы сами можете заметить. Ну, посмотрим, что будет дальше. В общем, на эту тропу можно попасть как оставить машину перед туннелем, так и после туннеля. Вот после туннеля просто такая большая парковка, можно спокойно. А перед туннелем, если вы едете в сторону Красной Поляны, там именно... Короче, там такой кармашек, прям перед въездом в туннель, для одной машины. Там все стояла машина, поэтому я поехал сюда и не пожалел. А перед входом на тропу нас встречает вот такое вот табло предупреждения. Видите? Опасно для жимзник, камнепад, обрыв, особо охраняемые территории. Ведется видеонаблюдение, проход строго запрещен. Ну, я повторюсь, сюда все равно ходят. Здесь люди снимают. Попробуем запустить дрон, посмотреть, как это выглядит со стороны. Ну и, конечно, сами прогуляться. Блин. И вообще, пойду ли я туда дальше-то? Я там видел, что есть такой старый туннель. И, учитывая мою фобию на все эти природные истории, то вообще не факт, что я туда пойду. Да. Ну, здесь реально жутковато, как ни крути. Здесь жутковато, друзья. Вот так это выглядит. Вот уходит непосредственно вантовый мост в туннель, порубленный в горе, да. А мы с вами идем по вот этой дороге. Да, в простонародье ее назвали «Господи, пронеси», потому что здесь, вот видите, обрыв. Есть вот эти отбойники. И сразу, видите, река. Здесь, получается, здесь вот обсыпалось все. Видите, как это выглядит. Ну, отсюда может упасть какой-нибудь, конечно, камушек. Может, да, конечно, может, учитывая, что там какой ни хрена, какой там выступ. Люди сюда вот вообще на бай, как видите, заезжают, смотрят. Кто на чем? Перед мостом я вообще видел, что люди заехали туда на велосипедах. Короче, люди всячески ездят на эту тропу, покоряют. А вот вы как раз можете увидеть следы камнепадов. И они действительно случаются. Вот по вот этим вот обломкам, да, вы можете видеть, что камушки-то падают. Ни хрена себе. А я, кстати, читал в интернете, что если вы идете на эту тропу, лучше всего одевайте каску, потому что может случиться какой-нибудь камнепад, обрушение. Может. Здесь действительно опасная тропа, друзья. Видали, что творится? Смотрите, сколько тут камней. Блядь, страшно, конечно. И вот они, видимо, как упали, и все нахрен здесь пробили. Я буду идти побыстрее, потому что, не дай бог, что-нибудь упадет. Видите, как стрёмно? Огромная скала. Надо, конечно, смотреть вверх. Если у тебя, если у тебя что-то, блядь, такой кусок... Слушайте, блядь, ну стрёмно. Стрёмно, 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 стрёмно. Безумно. Ладно. Пейзажи, конечно, красивые, но идти по действительно уже обрушенным местам стремновато. Вот видите? Видимо, когда-то упал большой камень, и произошло вот такое вот обрушение. по-быстрому-то мы с вами отбежим. Да. Слушайте, ну стрёмно. Блядь. Смотреть, что творится, да? Вот так вот. Вот такая вот тропа. Вот здесь так же, да, вы можете, друзья, увидеть, что вот эти же камни, они не откуда-то появились. Они именно упали сверху. Ох, ё, что тебе это? Не заметил край. Ух. Да. Здесь, видите, была разметка жёлтого цвета. Вон, мы даже догнали ребят на байке. Видимо, они дальше идут пешком, потому что дальше только пешие тропы. А тут такой вид. Посмотрите, как красиво, друзья. Вообще очень-очень классно. О, ёпки, какой-то туннель. Вот это дела. Так, идут трещины в асфальте. Вот видите, трещины. Скорее всего, вот этот кусок куда-то тоже упадёт. Но это не точно. А, нет, это не туннель. Нет, туннель, только закрытый. Вы первый раз туда поедете? А, не поедете? Ладно. Слушайте. Ну, ребята, видите, дальше ехать не хотят. Слушайте, это свежие камни. Блядь, это свежие камни, которые нежелиально падают. Сейчас, судя по мусорке, нехера себе там туннель. Нет, я в туннель не пойду. Охереть. Да. Слушайте, ну, стрёмно. По-настоящему стрёмно. Стрёмно идти тут. Одному это вообще жутковато, конечно. Я не рекомендую сюда ходить в одного. Если идёте, то ходите с кем-то. Потому что... Блин, во-первых, тут ни хера никого нету. Во-вторых, здесь действительно вот эти возможные камни пады. Вы сами можете заметить. Вот они все камни лежат. Они падают откуда-то сверху. И... Видоны здесь, ну... Ёпсель-мопсель. Да, я, конечно, вообще давно хотел здесь пройтись. Вот видите, здесь ещё на мотоциклах, короче, походу нормально так рассекают. Вон ещё байкеры едут. Вот так вот, видите? Китаются люди на байках. Видите? Ездят, ездят, ребята. Это... Ёпсель-мопсель. Блин, слушайте, это... Это пиздец, как... Извините за он французский. Страшное. Реально страшное место. Оно действительно пугающее. А вот мы с вами дошли до... Блядь, смотрите, какие отступы. Завалай совесть. Видите, даже памятник какой-то стоит. Да, друзья, здесь реально может же в любой момент что-то обрушиться. Ёпсель-моему иметь. И вот тот самый туннель, про который я вам говорил. Который вот начинается. Видите, как он выглядит? О-ё-ё-ё, я побыстрее его пройду. Говорить здесь громко я не буду. Я вижу, что мотоциклы едут на очень-очень низкой скорости. Потому что, ну, это действительно опасно здесь газовать. Вот они камни. Явно, что они откуда-то падают. С высоты. Слушайте, это жёстко. Я не знаю, стоит ли видеть здесь сколько камней. Блядь. Пляж такой. Видите, угарный. Так, надо подумать вообще, идти ли дальше или нет. По кумеку и решу. Ладно, ребята. Я решился пойти. Блин, реально страшно. Если ты на мотоцикле и будет какой-то камнепад, то у тебя есть вся вероятность быстро газануть, уехать, то здесь этой вероятности просто, блядь, нету. Пахнет камень какой-нибудь, кирпич. Ну и всё, собственно. А те, кстати, мотоциклетные ребята, которых я встретил по пути, у которых я спросил, они идут сейчас тоже за мной. Ну, я, конечно, не знаю, пойдут ли они. Ёпсельмокки, вы посмотрите, какой выступ. Я не знаю, насколько вам видно, не видно. Посмотрите, какой страшный выступ. Блядь, а там туннель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, так стрёмно, короче, вообще, друзья, если честно. Ну, очень стрёмно. Давайте с вами... Ёптвою мать. Посмотрите на этот разлом. И туда. Блин, давайте пойдём с вами всё-таки. Я готов рискнуть. Я готов пойти. Но будем разговаривать очень тихо, чтобы ничего не произошло. Блядь, как тут страшно. Вы себе представить даже не можете, насколько мне тут, ребята, стрёмно. Одно дело, ты на мотоцикле, ты можешь реально быстро газануть, а другое дело, когда ты пешком побежишь, что ли. Ну, действительно, да. Как у меня бьётся сердце. Вы себе даже, ребята, представить не можете. Это здесь по-настоящему страшно. Реально страшно идти. Получается, что в скале, в этой скале идёт туннель. Фу, стрёмно вообще. Я прям ускорил шаг, потому что... Ну, ребят, потому что мне стрёмно. Да, безопасно ли тут? Но если вы видите все эти выступы, вы поймёте, что тут, друзья, небезопасно. Тут он всё капает, 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 что-то. И мы сейчас идём вообще с вами под таким мощным выступом, который я вообще не понимаю, почему он. Капли какие-то очень сильные. Смотрите, что происходит. Вообще, смотрите, как мы идём с вами. Прямо над обрывом. Прямо над обрывом. Над нами какая-то непонятная скала. Ой-ой-ой. Блядь. Господи, как страшно, а. Фу. Смотрите, есть закрыты какие-то туннели. Видите? Фу. Блин, очень. Слушайте, реально, тропа очень-очень экстремальная. Видите, все эти мелкие камушки, они бабахаются оттуда. Фу. Правильно, знаете, во многих пабликах пишут, а вы бы рискнули пройти по этой тропе? Фу. Я рискнул. Сказать, что мне страшно. Блядь, я ничего не сказать. Это действительно стрёмная тропа. Вообще, без какого-либо преувеличения. Учитывая, что я иду, я вижу все эти камушки мелкие, которые падают. Я вижу, что... Я вижу, что они прям свеженькие, понимаете? Фу. Да. Стрёмно. Видите? Все вот эти камни, все эти обломки, фу. Они явно здесь. Не просто так. Еще один туннель у нас с вами. Ой, 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 ой. Зайдем, ладно. Так, у него то ли такой дизайн, то ли он действительно так вовнутрь сложный. Майму пока. Да, ребята. Вот это жуть, конечно. Слушайте, просто. Блин, вы посмотрите на эти громадины. Это же просто охереть можно. Фу. Да. Единственное, что я могу вам точно сказать, что когда вы идете по этой тропе, нужно быть вообще на чеку. потому что камни могут упасть из ниоткуда. Можно быть готовым побежать, но я вообще не рекомендую ни в коем случае ходить вам на эту тропу. Видите, как бы лыж не попал. Я думаю, что с гор они летят с такой скоростью. Особенно, особенно не вздумайте сюда ходить, когда происходит таяние снега. Потому что с гор, как говорится, что только нисходит. Блин. Слушайте, нам, я так понял, еще идти половина. Фух. Ну, пойдемте. Да. Ребята, места писяц страшные. Посмотрите, видите, сколько камней падает и уходит туда в обрыв. сказать, что это стремно, друзья, ну, ничего не сказать. Вообще ничего не сказать. Я попробую здесь ускориться, ну, потому что нужно. Потому что стремно и все эти камушки, которые лежат, не дай бог тебя настигнет, это все, это она. да, да, вот это дорога, вот это, друзья, реально, конечно, ее закрыли. Посмотрите, ребята, все в камнях, все в камнях, в любой момент реально все может упасть. Страшно до безумия. Я буду ускоряться, потому что это дичь. Боюсь о таких мест прям очень-очень сильные. Вот, посмотрите, да, какие. Посмотрите, какой разлом. Гляньте, какой разлом еще. Да, друзья, ребята, мы с вами сегодня маршрут пошли. Вы не поверите, мне так сильно вспотел, мне так сильно стремно, просто жесть. Просто, друзья, жесть. Сейчас подходим с вами в какую-то очень стремненькую зону. А здесь, я так понял, давайте с вами ускоримся тут по-быстрому. Здесь все что-то капает, 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 ничего непонятно. Жесть. А вот тут, я так понял, кто-то даже прыгает вниз, видите, здесь какая штука. Высота. Еще туннели. блин, мне так жутко это два места. Блин, короче, вообще стремно, друзья. Я еще там машину оставил, а как туда возвращаться, я вообще не знаю. Я реально не знаю, я не понимаю, не представляю. наверно придется поймать какую-нибудь тачку. Посмотрите, сколько камней. Ниже видно, что недавно упали. Я не очень устал. Еще вот эти штуки все пугающие. меня стремно, очень стремно, друзья. Нереально страшно, нереально стремно. Вы не поверите, но я сейчас иду, точнее бегу таким легким бегом, потому что меня очень-очень сильно догоняет страх. Кто-то скажет, да ты что, гонишь, что ли? Блин, ну, посмотрите. Смотрите, сколько мы прошли. Я не знаю, как вам передать через камеру всю эту историю, это просто жесть, ребята. Огромная высота скал. Так, сейчас тоже быстро провяжем. Да. Конечно, я смотрю на ребят и понимаю, что лучше всего ребят сюда тащиться на монтики, потому что в случае чего ты можешь подать газу, выехать, объехать. Видишь, этот ветер стрёмный. Очень-очень стрёмный. Давай. пересохло в горле. Блин, это я не знаю. У меня, знаете, сейчас ноги такие ватные. Видимо, от того, что я быстро иду, от того, что адреналин, блин, адреналин очень жёсткий. Я вообще повторюсь, я не рекомендую сюда идти. Дико хотелось посмотреть, что это за место. Оно, блин, оно стрёмное. Если бы оно было бы просто, о нём бы говорили, ну, как-то пугающе. И ты бы ушли и просто видели бы дорогу, но, когда ты идёшь, ты повсюду видишь вот эти вот обломки, которые не покрыты мхом. Ребята, они свежие. Они реально свежие. Очко вообще сжимается. Не дай бог. Даже самый маленький камушек, ребята, прилетит с такой высоты. Всё. На этом, как говорится, кино закончится. Просто жуть. Просто реально жуть. Видите? Камни повсюду. Да. Вот это нас с вами занесло, ребята. Я думал, где-то запущу трон. Но я даже остановиться. И то, что не могу. Я не хочу здесь сделать никакую остановку. Я перебираю ногами настолько быстро. Смотрю постоянно вверх. дай бог. Что-то полетит, чтобы быстро стартовать. Блин, страшное место. Страшная дорога. Действительно, господи, пронеси. Но побывать тут очень, конечно, мне хотелось. Я побывал. Мне кажется, мы почти дошли. Почти дошли. Сейчас посмотрим, как двигаться до дачки. Вот это вопрос. Ну что, ребята, мы прошли эту тропу. Блин, сказать, что я охренел, вообще ничего не сказать. Это по-настоящему страшно, стрёмно. Я не рекомендую дойти. Мы с вами дошли до начала туннеля. Получается, тропа идет вдоль всего туннеля. Это очень и очень стрёмно. Мне как-то нужно добраться до машины, потому что второй раз ребята, туда я точно не пойду. Блин, самое интересное, что мне перебраться сейчас на ту сторону. Вот я вообще в таком нахожусь прям в тупике, потому что в туннель нельзя. С людьми обратно по этой дороге я не пойду. Вот пытаюсь поймать машину. Посмотрим, что получится. Ну все, спасибо мужику. Меня добросил. Блин, ребята, вы не представляете, у меня, короче, так болят копыта. Видимо, вот этот вот все адреналин, вот это, короче, все вперемешку. Настолько там стрёмно.